добрый день дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале октябрь месяц 2 декада и я провожу последний уход за клубникой окончательно подготавливаю ее к зимовке этой клубники которую вы сейчас видите третий год сразу же после последнего сбора урожая я обработала клубнику от болезней и вредителей и удобрила ее для клубники подкормки очень важны и проводить их нужно трижды за сезон это первая подкормка ранней весной 2 после плодоношения и 3 перед зимовкой вот сейчас у нас середина октября и время провести осеннюю подкормку в это время желательно использовать органические удобрения после них земля становится рыхлой дольше удерживается влага сейчас я сделаю обход осмотрю все кустики клубники оборву поврежденные больные листочки чтобы они не уходили в зиму и не служили рассадником болезней весной а потом займусь подкормкой осенью в качестве подкормки я использую древесную золу зола это источник калия и фосфора перед тем как вносить золу я рыхлю почву вокруг каждого кустика а затем уже посыпаю золой вокруг кустов и сверху по листьям при опудривании листьев золой мы избавляемся от вредоносных насекомых листья после этого конечно выглядят не очень привлекательно но это ненадолго после первого полива зола смывается и кустики приобретают обычный вид на каждый куст клубники у меня уходит где-то две горсти золы зола у меня своя получаем мы ее в результате сжигания растительных остатков после чего эту золу используем для подкормок для обработки растений от болезней и вредителей избавиться от вредоносных насекомых нам помогут также бархатцы известно что бархатцы могут отпугивать от посадок клубники паутинного клеща долгоносика также бархатцы могут защитить клубнику от фузариоза грибкового заболевания как же их использовать бархатцы можно посадить вокруг клубники прямо на грядку но я бы этого не советовала делать я пробовала высаживать бархатцы на грядку с клубникой но они так сильно разрастаются что забивают наши посадки а вот сейчас осенью когда наступает пора убирать бархатцы я их использую в качестве мульчи для утепления и снегозадержания с помощью топорика я измельчаю бархатцы а потом рассыпаю по всей грядке весной как только клубника тронется в рост мульчу можно убрать или заделать почву но лучше всего заделывать почву при таком при таком способе при заделке бархатцев почву весной бархатцы начнут перегнивать и защищать клубнику от вредителей и болезней в результате этого мы весной получим здоровые растения и здоровый урожай друзья на этом я сегодня прощаюсь с вами если сегодняшняя тема была вам полезна оставьте свои комментарии и не забудьте поделиться в соц сетях моим видео благодарю всех за ваше внимание и поддержку до новых встреч до новых встреч